Добрый день. С опытом я научился со временем, научился не бояться повторяться. Раньше я опасался выглядеть бесконечно повторяющимся человеком, повторять одно и то же. А сегодня я, умудренный своим жизненным опытом, вовсе этого не боюсь. И понимаю, что для того, чтобы приносить какую-то пользу и себе, и людям, надо многократно повторять одно и то же. Особенно прописные истины, так называемые. Важные вещи, которые требуют усвоения. А для усвоения требуется многократное повторение. В разных вариациях. Поэтому я сегодня, возможно, повторюсь. Хочу сказать вот о чем. Такие общие рассуждения, которые меня волнуют. Меня волнуют. Однажды я наткнулся на поговорку, которую используют американцы. Она звучит так, вы уже слышали, что тот, кто придумал, заслуживает доллар. Тот, кто сделал придуманное, воплотил в материальный продукт, допустим, заслуживает 10 долларов. А тот, кто сумел продать, тот заслуживает 100 долларов. Так говорят люди, которые построили самую большую экономику в мире. Это американцы. К сожалению, эта истина до многих никогда, наверное, не дойдет. Прежде чем что-то предпринять, надо подумать, как ты это продашь. У меня есть товарищ, друг мой. У него свой собственный завод. И он, конечно же, общается в кругу заводчиков. Людей, которые имеют свой собственный бизнес в виде производства. Такого сложного производства, такого сложного экономического понятия, как завод. И он рассказывает мне, что для того, чтобы преуспевать, надо думать, конечно же. И, короче, история такая. Он говорит, у меня есть приятель, который говорит, вот ты, прощается к моему другу, действуешь неправильно. Ты придумываешь вещи, которые хочешь произвести на заводе, простенькие, доступные всем. А я хочу, говорит, сделать что-то такое уникальное, сложное, небольшое по размеру и дорогое. Рассказывает мне. И он сделал. У него кредиты. Десятки миллионов долларов долгов. Он придумал. Он нанял людей, изобретателей, ученых, людей, которые занимаются изысканиями. Они сделали прибор, продукт из металла, сложный. Это потребовало колоссальных усилий, денег. Но сделали. Гордость переполняет человека. Ощущение собственной значимости дает ему смело смотреть в глаза всем, понимая, что он крупный производственник. Можно сказать, великий человек. Однако, правда жизни состоит в том, что это трудно продать. Те, кто готовы купить, не готовы платить деньги. Вопрос о продаже своего изделия встал после того, когда все было произведено. И человек оказался в состоянии краха. Огромные кредиты и забитые склады готовой продукции и нереализуемый продукт. Срочно начались маркетинговые исследования и попытка что-нибудь продать. Это такой приличный уровень. А я хочу вас спустить вниз. Разговоры на наш бытовой, обычный, сетевой уровень. Разговоры о том, что вот продукт, вот продукт, вот продукт, вот продукт, вот продукт, вот такой он замечательный. Продукты основа бизнеса. Основа бизнеса. Мы же не его продавать должны. Но самое главное, если мы занимаемся сбытом, мы должны продумать, как мы будем продавать. Нашел хороший продукт и думай над тем, как его продать. Если ты не умеешь, если ты не собираешься учиться, если ты не научился продавать, ты никто в этом мире. Ты просто никто. Про бизнес я вообще молчу. Это же про реальную жизнь. Если ты не умеешь продавать себя, себя как женщину, себя как мужчину, себя как главу семьи, себя как воспитателя отца, себя как продавца, себя как специалиста, себя как угодно. Если ты не научился продавать свои товары, свои услуги, свой ум, свои знания, то ты так в туне и пропадешь. Часто вот эти разговоры, которые я слышу, человек говорит, я трепать языком не люблю, вот эта вот торговля, это не мое. Несчастный человек. Несчастный человек. Он не понимает основы. Если ты не умеешь продать, чем бы ты ни занимался, ты должен продать. Люди, которые влачат жалкое существование, они не могут продать себе. У них два диплома, а продать себе не могут. Они не знают, как это делать. Более того, они стесняются этого, не хотят этим заниматься. Им это кажется унизительным даже, торговля. А продавец, в широком смысле слова, это человек, который меняет мир. Это человек, который способен донести до людей ценность того или иного предмета, услуги, товара, идеи и так далее. Политик, не умеющий продать свою идею, бестолочь, безможен. Рекламщик, который не умеет продвинуть рекламируемые товары на должном уровне, никто. Да что угодно, что угодно, куда ни кинь, везде все надо продать. Особенно сегодня, когда кругом изобилие. Это у нас еще в советские времена была возможность из-за дефицита. А сейчас нет. Поэтому, когда человек приходит в сетевой маркетинг, и он не понимает, как продается товар, у него никаких шансов на успех нет. Он может его глубоко знать, он может глубоко знать маркетинг-план, он может глубоко и всесторонне быть образованным человеком, иметь всем высших образований. Но если он не понимает, как продается товар, то тогда шансов нет. А большинство людей даже не подозревает, что этому следует учиться. Даже не подозревает, что это основа всех знаний. Этому не учат в школе. Даже в коммерческих школах этому толком не учат. Это каждый человек должен понять, что этому надо научиться, а потом освоить этот навык. Человек приходит и говорит так. Я за 30 долларов взял продукт, бутылку, или там пачку, или там какую-то упаковку товара. А теперь розничная цена 60. Теперь мне нужно только это продать и 30 баксов чистой прибыли у меня в кармане. Так все просто. И он радостно и счастливый рассказывает, как умеет, как понимает, как думает, как ему кажется правильным и важным, рассказывает своим...